Здравствуйте, с вами Светлана из города Перт в Австралии и сегодня я хочу рассказать о 10 ароматах на весну. Я постараюсь быть очень сосредоточенной и рассказывать кратко, поэтому много деталей сегодня не будет об ароматах, будет только название, марка, возможно парфюмер и очень кратенько об аромате. Итак, цель сегодняшнего видео пройтись по ароматам, которые я имею в коллекции и которые для меня ассоциируются с весенними цветами. Вот сегодня я в серьгах, которые я ассоциирую с цветом яблони, левишни и других фруктовых деревьев, которые расцветают весной. Но также мы сегодня покроем тему весенних цветов, нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. Начинаем быстренько. И первый аромат в сегодняшнем обзоре, аромат Сакура из специальной коллекции Кристиана Диора, который вышел уже почти 3 года назад. Достаточно дорогой аромат, я купила уже вот в таком состоянии, то есть я некоторое время им пользовалась, но конечно же это не то, что я использовала. Автор аромата Франсуа Димаши и я должна сказать, что он потрясающий. Мне он напоминает аромат, который у меня был в школе в Советском Союзе и он назывался яблоневый цвет. Вот скажите, где яблоневый цвет и где Сакура от Диора. Сакура вы знаете, да, это вишня и на Дальнем Востоке она также цветет весной, как в Японии. Я из Дальнего Востока. Очень красивая, но я не могу сказать, что вот она вот так пахнет прекрасным этим цветом. Не обязательно вишневым, но возможно то, что мы бы ассоциировали с цветом фруктовых деревьев, включая вишню. Очень красивый аромат. Я его носила весной и летом здесь. Вот буквально перестала его носить несколько недель назад, потому что у нас наступает осень. И вообще я периодически меняю ароматы в своем шкафчике парфюмерном. Очень красивый. В нотах заявлены зеленые ноты. Также заявлена роза. Ну, конечно же, вот этот вот вишневый цвет. Жасмин. Я его не чувствую. Фиалка, мимоза и мускус. Ну вот я чувствую это как на мускусе. Таком чистом, очень-очень чистом, невинном, красивом, девственном. Вот эти вот потрясающие весенние цветы. Если у вас есть возможность, попробуйте. Но это дорого. Я не могу сказать, что за такую цену вы не купите чего-то подобного в более низком ценовом сегменте. Например, этот аромат считают похожим с Forever and Ever Dior. В розовом флаконе сейчас продается. С ароматом Maison Margiela они выпускают линейку реплика. Называется Springtime in a Park. Весеннее время в парке. И L'Occitane всегда имеет, как по-русски это произносится, L'Occitane, всегда имеет почти вот этот аромат в своей линейке. То есть весной очень приятно пахнуть вот этой вишней красивой. Я думаю, что для моего возраста, наверное, уже и вот эти серьги, и вот этот аромат, они несколько легковаты. То есть, ну, мне так нравится. То есть, если вам нравится, то, конечно же, носите, что хотите. Вообще, такой девичий аромат. Очень невинный. Очень красиво сделанный. Спасибо вам, господин Франсуа Димаши. Следующий аромат у нас Ниша Винтаж. Что еще? В общем, снятость. Заключает в себе все грехи возможные парфюмерные. Он называется Blue Bell. Колокольчик от дома Пинхалиганс. Еще, как ни странно, нашла у себя вот такой флакон. Я когда-то покупала другие ароматы. Пинхалиганс винтажный. И вот это вот старый флакон с притертой крышкой. Но она притертой может называться постольку-поскольку, потому что здесь она вставлена в пластмассу, в пластик сейчас. Даже уже тогда делали по-другому. Вот сравните флаконы. Вот это спрей, это флакон Splash, очень старый. Есть небольшая разница между ними, но в целом одно и то же. Самое интересное, что он до сих пор пахнет. И пахнет в целом точно так же, как и по новей флакон. То есть этот аромат снят. Этот аромат был выпущен в 78-м году. Очень давно, да? И он достаточно странный. Я его купила, приобрела случайно. И я вспомнила, что про него говорила Карина Цакоева. Я всегда ссылаюсь на Карину Цакоеву. Но я не помнила, что конкретно она говорила. Потом, когда этот аромат до меня дошел, и я его протестила, я вспомнила, что она о нем отзывалась, скажем так, неположительно, да? Ну и не отрицательно. Как-то вот специально. Почему? Вы знаете, когда его только открываешь и подносишь к носу, он пахнет слюной. Вот. Вот прям слюной. И это достаточно странно, да? То есть, как вообще, кто хочет пахнуть слюной? И я не могла даже очень долго даже нанести его на себя, потому что мне казалось, что должно пахнуть чем-то ужасным. И так вот он стоял, и в итоге я решилась. И носила его на себе. На запястье сначала, потом на себе. Это был любимый аромат принцессы Дианы, по слухам. Я теперь понимаю, почему у нее не ладилась личная жизнь, да? Не потому, что он пахнет слюной, потому, что это очень-очень холодный аромат. Это пахнет каким-то холодным ручьем. Где-то в горах в начале весны, когда снег вот только-только сошел. То есть, снега уже нет, но этот ручей ледяной. И начинают расцветать вот эти первые цветы. И вот дует такой холодный ветер с этих гор. Там в горах, наверное, снег лежит всегда. Вечная веслота. Вечный снежный покров на каких-то там вершинах гор. И вот оттуда очень холодным ветром веет. Автор аромата мне неизвестен. Ну, это не значит, что... Ничего вообще не значит, потому что я начинающий любитель парфюмерии. Фамилия и имя автора Майкл Пиксел. Английское имя, видимо. И заявлены ноты цитрусов, гиацинт, ландыши. Еще другие цветы роза, цикламен, жасмин, голбанум. И корица, и гвоздика. Вот гвоздика, та, которую мы кладем в еду. Кулинарная гвоздика. И вот эта гвоздика дает вот это первое ощущение слюны. Вот это вот какое-то странное, нехорошее, неприятное. Но когда аромат уже нанесен, то он пахнет вот этими первоцветами, очень холодными. Думаю, что это очень по-английски так пахнуть. Даже очень сложно сказать, чем это пахнет. То есть, вот, наверное, духи для снежной королевы, для такой английской аристократки. Хотя это наше восприятие, что английские аристократки – это холодные женщины. Дело в том, что я очень много общаюсь с людьми из Великобритании, и англичанами в том числе. На самом деле это очень страстные люди, но есть у них культурная черта быть очень сдержанными. Поэтому это может казаться какой-то холодностью и дистанцией с вами. На самом деле это очень горячие, страстные люди. Ну, вот, наверное, так вот этот аромат олицетворяет вот этот английский характер. Он очень интересный, замечательный. Я не думаю, что его захочется носить зимой. Хотя я бы хотела его попробовать при минусовой температуре, потому что он может открыться совсем по-другому. Летом мне тоже хочется чего-то другого. Летом хочется чего-то более сочного все-таки. А он достаточно сухой. Осенью такой холод может только навредить. Сразу можно заболеть простудой. А весной, да, замечательно. Он снят, но вдруг, если вам попадется, если кому-то он тоже неприятно пахнет, есть возможность затестить, то затестить, конечно, обязательно. Потому что ничего такого другого в парфюмерии я не знаю. Вот такой вот интересный аромат. Спасибо. Следующий аромат. Следующие два аромата, это ароматы Том Форд. И оба из цветочной линейки Тома Форда. Этой линейке примерно 10 лет. И далеко не все ароматы из этой линейки имели дальнейшую жизнь. Вот эти два аромата, насколько я понимаю, сняты. Но еще кое-где можно найти даже среди нормальных продавцов. То есть не на сером рынке, а на первичном рынке, на онлайн сайтах в Америке, например. Один первый называется Омбар де Хиацинт. Гиацинт. Второй называется Жонкуил де Нуи. Жонкуил – это нарцисто. Начну я сейчас с Омбар де Хиацинт. С гиацинтового аромата. В черном флаконе. Фиолетовые этикетки. Этому аромату 9 лет. 2012 года. Автор Келис Беккер. Конечно же, аромат намного более сложный, чем просто гиацинт. Он сделан на хорошей томфордовской базе. Но все-таки гиацинт здесь доминирующая нота. Я также чувствую здесь фиалку, которая заявлена. Мускус и бензоин. Олибанум. Олибанум мы знаем, что это ладан. Другое название ладана. Здесь вот эта база, она есть, но она не тяжелая совершенно. То есть, мне кажется, не совсем правильно ассоциировать этот аромат с тем цветом флакона, в котором он упакован. То есть, если бы он был в белом флаконе, наверное, он бы больше отражал дух этого аромата. Он достаточно легкий. Замечательный на весну. Гиацинты – это первые цветы. И когда еще не жарко, когда еще есть снег, немного, когда еще тает снег и текут ручьи, вот этот аромат, мне кажется, будет звучать замечательно. Он уже пахнет весной. И в нем достаточно хорошая база, которая немного все-таки согревает. То есть, это аромат не на жаркую погоду совсем, а на прохладную весну. Автор аромата – Калис Беккер. Его очень сложно найти, наверное, потому что я его практически не вижу нигде. Я тоже купила его случайно. Продавал здесь частный продавец. Целую серию вот этих Том Фордов разных. Я решила не терять шанс, потому что попробовать его практически негде. Нужно ли гоняться за ним? Если есть возможность, попробуйте. Если нет, то не стоит за него переплачивать. Он не стоит тех денег, которые сейчас за него просят на вторичном рынке. Этот аромат сравнивают с ароматом Базде Суе от Сержа Лютанца. Я его не пробовала, у меня не было возможности. Также сравнивают с ароматом Верде Флёр Том Форд. Да, что-то есть. У меня есть оба аромата и сходство есть. То есть, если вам очень сильно хочется, то попробуйте Верде Флёр. Верде Флёр. В принципе, больше ни на что он не похож. Некоторые считают, что он похож на Шанель 19. Нет, он совсем не похож на 19-ю Шанель. И второй Том Форд и Битва Нарциссов. Второй Том Форд, посвященный Нарциссу. Хорошо, хорошо. Его отспрею. Я очень люблю Нарциссы. Это мои любимые весенние цветы. И я долго гонялась за Нарциссовыми ароматами после того, как я полюбила Нарцисс в аромате Клема Ланком, о котором было мое предыдущее видео. И этот аромат тоже 2012 года. Том Форд не заявил, кто парфюмер этого аромата. И это очень красивый Нарцисс. Но Нарцисс, окруженный другими цветами, он даже немного горчит. Вот даже немного горчит. Так же бывает, да? В заявленных нотах также Мимоза, Фиалка, Цикламен, даже цветы апельсина. Я здесь совсем их не слышу. Анжелика. А в базовых нотах Кори Нириса и Амбра. Амбра здесь очень-очень легкая. То есть обычно я реагирую на амбровые ароматы как на липкие. Здесь вот это нет липкости никакой. Может быть за счет ириса, потому что корень ириса наоборот создает такую пудровую подложку. А вот что здесь горчит, я не пойму. Вот возможно Анжелика. Ну такой неплохой аромат тоже не стоит тех денег, которые за него просят. Если бы он вам достался недорого, то очень красивый нарцисс, легкий, ненадоедливый, замечательный. Но не за эти деньги. Если он у вас есть, напишите мне, пожалуйста, что вы думаете по по этому поводу. А, следующий нарцисс. И следующий нарцисс от дома Пенхаллиганс тоже. Мы уже сегодня видели один Пенхаллиганс. Это английский бренд. И вы видите вот здесь два герба. Это означает, что компания является поставщиком королевского двора. У нас вчера хоронили принца Филиппа, мужа английской королевы. 99 лет человек дожил, служил своей королеве. Это аромат 2015 года. И что интересно, его автор Бертран Дюшафор, который делает большое количество ароматов для нишевых брендов, к примеру, Артизан Парфюмер. И этот аромат посвящен Нарциссу. У меня довольно-таки старая версия, я не могу сказать по этому флакону, когда выпущен, но это версия со спреем 2015 год. Это не старые линейки Пенхаллигансов. очень спокойный красивый Нарцисс, менее свежий и менее пронзительный, чем аромат от Тома Форда, от Тома Форда. Очень нежный. Я не могу сказать, что аромат Тома Форда очень пронзительный, он не пронзительный, он нормальный. Но вот этот еще более нежный Нарцисс, очень красивый. И сейчас пройдем по нотам. Очень очень много нот. То есть нот такое количество как почти что в винтажных ароматах 80-х. В верхних нотах заявлены зеленые ноты лист фиалки, можжевельник, альдегиды, которых клементин, которого я здесь не чувствую, цветы смородины, я видела, как цветет смородина, но она ничем не пахнет, наверное, это какое-то парфюмерное представление о цветах смородины, бергамот, мята, не чувствую мяту, розовый перец, это только верхние ноты, розовый перец я тоже здесь не чувствую, средние ноты нарцисс гиацинт, пчелиный воск, иланг, иланг, вистерия, хосер, не помню, что это такое, цикламен, и в базовых нотах ванила, бензоин, амбра, мускус, теракс и белое дерево, в общем, ребят, когда я обоняю этот аромат я чувствую только очень нежный нарцисс и больше ничего, возможно требуется такое количество нот, чтобы создать аромат нежного нарцисса, но не ожидайте от него чего-то такого, как скажем, от аромата киллиан, нет этого, нет, это очень нежный английский пенхолигоновский нарцисс. Некоторое время этот аромат был снят и уже ходили слухи, что теперь его никогда и нигде невозможно будет купить, но я вчера его увидела новый выпуск на местном нашем австралийском парфюмерном сайте, то есть его снова начали выпускать, поздравляю всех. очень красивый нарцисс. И последний нарцисс сегодняшней подборки, который я считаю самым нарциссовым нарциссом из всех нарциссов, которые я пробовала, это аромат от Живанши, от Живанши. Я не знаю, он мужской, да, это женский аромат, я думала почему-то, что он мужской, он был выпущен в 80-м году, то есть ему уже 40 лет. И вот это вот очень пронзительный, просто невероятно пронзительный, жирный, сочный такой нарцисс. Авторы аромата Даниэл, два Дэниэла, один Дэниэл Мольер, а второй Дэниэл Хоффман. Много нот, 80-й год, вот эта версия довольно-таки старая, это Оде Туалет, мне нравится, что этот аромат у меня в тестере, потому что я могу прочитать его ноты. Он считается цветочно-фруктовым, и ноты грейпфрут, живмалайз, сандал, и даже не заявлен здесь никакой нарцисс. Не могу сказать какого года, достаточно старый, да? И вот в этом аромате заявлено очень много нот, то есть все цитрусы, которые только могут быть, грейпфрут, бергамот, мандарин, мята, фруктовые ноты, в средних нотах можжевельник, нет, не можжевельник, жимолость, извините, можжевельник, это совсем другое, ландыш, нарцисс, кори нириса, жасмин, цикламены, лан-э-лан, роза, тубероза, в нижних нотах дубовый мох, мускус, кедр и сандал. То есть если знать, что этот аромат 80-го года и посмотреть на пирамиду, то можно ожидать какого-то достаточно тяжелого винтажа. На самом деле это весенний аромат весенних цветов. И он достаточно, он очень громкий, он просто пронзительный, он просто будет звенеть везде вокруг очень сильно, очень много и он перевыпущен. Я не знаю, насколько перевыпущенная версия похожа на эту версию, надеюсь, что да. Сейчас я посмотрю на фрагантики. В 2018 году он был перевыпущен и если посмотреть по нотам, то это другой аромат, там нарцисса нет. В общем, если будете сказать одежеванши, то ищите флакон вот с такой надписью, если вам нужен нарцисс. Я их видела очень много на вторичном рынке, они стоят недорого, в общем, если вам хочется чего-то такого винтажного, весеннего, с хорошей стойкостью, шлейфом и очень громкого, то вот вам вот сюда, пожалуйста. Я, честно говоря, была удивлена, он мне достался тоже случайно в придачу с каким-то ароматом и я попробовала его и решила, вот он, товарищ нарцисс собственной персоны. Следующий аромат, самый старый в моей подборке сегодня, это аромат 56-го года от дома Диор, он называется Диорисимо. Кристиан Диор очень любил ландыши и считал, что ландыши приносят ему удачу и он попросил парфюмера Эдмона Рудницка создать аромат запахом ландыши, поскольку ландыши не производят чего-то такого, как скажем роза, из которой можно извлечь аромат с помощью дистилляции, извлечь масло, из ландышей ничего извлечь нельзя, поэтому это было целым предприятием создать аромат, который пахнет ландышем. На самом деле аромат, пахнущий ландышем, до этого создал дом Герлен, и у них есть аромат, который называется ландыш му-гу-ет, 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 кто знает французский, пожалуйста, поправьте меня, если можете, и напишите, как правильно произносится по-французски ландыш. У меня есть очень старая версия из 30-х годов этого аромата, но сегодня я ее не буду показывать, потому что в этом нет никакого смысла, достать его невозможно нигде, купить его тоже практически невозможно, однако если вы состоятельная женщина или мужчина, или состоятельный мужчина, то в 2021 году, в этом году Диор выпустил аромат ландыш во флаконе с пчелами, с красивой декорацией, он достаточно дорогой и например, в Австралии он продается за цену чуть-чуть ниже, чем 1000 долларов, за 125 миллилитров, можно было бы конечно купить, но в моих планах пока этого нет, более того, этот аромат выпускается компанией Герлен каждый год, вот сейчас я вам поставлю картинки из последних лет, как он выглядит, вот, ну, переходим назад к дому Диор и продолжаем про аромат Диорисима, он у меня был во флаконе, у которого сломался пульверизатор, поэтому он у меня хранится в двух флаконах, вот, в темном стекле, и он у меня всегда в сумке с собой, вот так он выглядит, такого цвета, светло-желтого, это винтажная версия, думаю, что она из 80-х или 70-х годов, и она пахнет очень замечательно, что, конечно же, в центре этого аромата ландыш, но в то время ароматы были сложнее, чем сейчас, в верхних нотах заявлено зелень, бергамот, ландыш, естественно, сирень, и еще много чего, жасмин, лилия, иланг, иланг, аморилис, кто пробовал аморилис, розмарин, барония, и в базовых нотах цвета и сандал, я думаю, что вот эта версия, это была версия с пульверизатором, та еще 80-х годов, не самая древняя, конечно, и это была версия в туалетной воде, звучит она замечательно, то есть, например, ею можно пользоваться в 35-40 градусов, и это все будет охлаждать, то есть, он не душит, думаю, не думаю, точно знаю, в холодное время года он тоже звучит очень красиво, и вот сегодня, например, мы собирались в перте с другими любителями парфюмерии, и как-то я его случайно достала из сумки, говорю, кто хочет попробовать старые диорисима, и мужчины, мужчины почему-то заинтересовались, попробовали, сказали, что он сливочный, сливочный ландыш, и пахнет миндалем, и вы знаете, действительно, когда мне это сказали, я вдруг почувствовала миндаль, очень странно почувствовать миндаль в диорисима, но действительно он так пахнет, вот, поэтому, если есть возможность, если любите ландыши, диорисима всегда можно купить, современная версия совсем не кремовая, нет в ней животинки вот этой вот, цеветиновой, и она не такая громкая, она не такая звонкая, не такая холодная, но она неплохая, там очень хороший ландыш, замечательный, и я не вижу, почему не пользоваться современной версией диорисима, которая продается в бутиках диор, и в корнерах диор, в больших магазинах, она замечательная, да, и также можно купить старую версию, этого аромата выпускалось видимо так много, что до сих пор можно купить флакон за примерно ту же цену, за которую стоит другой аромат диор в магазине сейчас, то есть аромат в принципе стоит столько же, сколько он стоил тогда, да, по покупательной способности наших денег в сравнении с тем временем, всегда рекомендую диорисима, он замечательный, причем старая версия интереснее, чем новая, если вы будете покупать винтажную версию, то постарайтесь купить во флаконе со спреем, они обычно лучше сохраняются, потому что туда никто не лазил своими сальными пальчиками, и не только сальными, а всякими разными, вот, и он не настолько сильно контактирует с воздухом, что реакция химическая, в общем, если не попадает кислород, то ароматы не окисляются, а кислород, вы знаете, это один из самых сильных окислителей, вступает в реакцию со всем чем угодно, довольно-таки сильный химикат, вот, мы им дышим, как это получается, я не понимаю, вот, теоризма, следующий аромат из не очень известных, у меня осталось три аромата, и этот аромат от дома Брукс Брадзерс, Брукс Брадзерс это магазин деловой одежды для мужчин и женщин, американский, этот аромат называется Нью-Йорк, вот, смотрите, какой красивый бакон, и вот здесь эмблема дома Брукс Брадзерс, это овечка, потому что их основная, основная миссия, это делать костюмы деловые для мужчин и женщин в Америке, я его приобрела в Канаде примерно в 2009 году, вышел он в 2008 году, и его автор Ильяс Эрменидис, я вообще считаю, что ароматы этого дома недооценены, более того, их недавно сняли, и сейчас их много где распродают за какие-то смешные деньги, то есть я их покупала по цене люкса, сейчас они стоят дешевле, их можно купить по цене верхнего масс-маркета, скажем, если поискать, вот такая красивая коробка, вот так она открывается, у них все коробки шикарные, я сделаю обзор, у меня три аромата, я его сделаю отдельно когда-нибудь обзор, и внутри вот в такой красивой подложечке с шелковой лентой находится вот такой красивый аромат, видите, это вот тоже овечка красная, да, на веревочке как подарок, да, вот такая крышка, она пластиковая, но она хорошо сделана, вот, замечательно красиво, сейчас мы его будем распылять, этот аромат я купила по зову души, то есть я его попробовала в магазине, и хотя могла купить много что другое, мне понравился именно он, чем он мне понравился, это очень свежие цветы, это просто юность во флаконе, кстати, очень тяжелое стекло, смотрите, какое толстое, да, красиво, вообще у них все упаковки красивые, я когда покажу видео других ароматов от этого дома, вы сразу захотите поставить что-то такое на свой стол, заявленные ноты, гиацинт, да, цветы апельсина, не чувствуется, я вот не очень люблю цветы апельсина, сами по себе, флёрт оранж, вот этой сладости одной нет, тубероза, жасмин, фрезия, бергамот, да, вот бергамот здесь придает такую свежесть, корень ириса, и, значит, ноты дерева, бразильское розовое дерево и мускус, вот он пахнет очень свежим таким, то есть, если, если вы хотите что-то прямо цветочное, но именно весенне цветочное, это не белоцветочное магнолия, гордения, жасмин, тубероза, нет, это вот аромат именно весенний, очень чистый, красивый и несладкий, то есть, вот просто такие весенние красивые цветы, очень хорошо для офиса, и я помню, что я работала на Ближнем Востоке, где ценятся гораздо более тяжелые ароматы, и мои коллеги, арабы ближневосточные, приходили ко мне в офис и доставали из шкафчика и распыляли, то есть, ему он очень нравился, вот именно своей вот этой невинностью, я думаю, что если вы любите наслаивать ароматы, то вот этот вот верхний слой, он просто шикарный, более того, гиацинты в парфюмерии, это достаточно редкая нота, да, чтобы звучало вот не такими привычными белыми цветами, а именно гиацинтами, очень красивый аромат, рекомендую всем, наверное, даже без теста, да, он, как бы, ненавижу слово, как бы, вот этот аромат понравится, он, понравится всем, он совершенно никого не обидит, он такой вот, как, краудплизер, да, по-английски называется, то есть приятный для толпы, да, приятный для толпы, что об этом доме можно сказать, когда были взрывы башен близнецов, то это было возле этого магазина, именно этот магазин помогал оказывать помощь пострадавшим, там складировали тела погибших людей, то есть это было очень важно в то время, именно в этот момент, чтобы кто-то именно этим занимался, они прятали людей и показали себя очень хорошо, вот эта марка, да, сейчас они ароматы не производят, я хочу, чтобы они опять начали их производить, а, сейчас я вам покажу аромат, который я пихаю по случаю и без случая, если вы смотрите другие мои видео, вы его уже видели много-много раз, это Сальваторе Феррагамо Саптил, такой красивый флакон, Сальваторе Феррагамо красный, написано Сальваторе Феррагамо, аромату 19 лет 2002 года, один из моих любимых парфюмеров, Жак Кавальер, в общем, этот аромат не может быть плохим, он просто у него не было шансов, он был выпущен в правильное время, с правильным парфюмером, еще можно купить дешево кое-где, и в этом аромате очень хорошая репрезентация цветка тюльпана, то есть тюльпан в парфюмере найти сложно, то есть я знаю, что неплох тюльпан от Байреда, но почему-то Байреда мне не нравится сама марка, я хочу попробовать их линейку вот в цветных флаконах, но больше тюльпанов я не знаю, таких хорошо представленных, и вот это вот тюльпан, каждый раз я его рекомендую, он дешевый, он мой любимый, наверное, его можно покупать без затеста, потому что потом его можно, если вам совсем не понравится, хотя что тут может не понравиться, не знаю, он замечательный, замечательный, вот, я про него столько рассказывала, что больше не буду сегодня рассказывать много, и последний аромат на сегодня, это бюджетный аромат от дома Сальвадор Дали, и называется он La Belle et L'Otze L'Otze в туалетной воде, а аромат в парфюмерной воде, это совершенно другой аромат, поэтому они друг друга не заменяют, этот аромат вышел в 2016 году, вот такой красивый флакон, вот совершенно потрясающим оцелотом, оцелот это такой котик дикий, он или уже совсем вымер, или его осталось очень мало, из-за шкурки его истребляли, и такой котик жил у Сальвадора Дали, поэтому в память о нем марка выпустила Сальвадор Дали, таким красивым серебряным, посмотрите какой красивый флакон, да, аромат достаточно дешевый, выпустила вот такой аромат, я не знаю что тут общего с оцелотом, я как-то ожидала, что в нем должна быть какая-то дикость, хищность, ничего такого здесь нет, это такой очень девочковый, невинный, красивый аромат, сладенький, кто его парфюмер, я не знаю, но в целом это вот такой чистенький мускус, цветочки, которые здесь заявлены, как цветы яблони, вот есть какое-то сходство по духу вот с этим ароматом сакура, но только по духу, потому что сакура, например, не сладкая такая, как этот аромат, в этом аромате сладость от груши, причем тут персик, от груши, есть из цитруса, восьминотах заявлено, как грейпфрут, я бы не сказала, что это пахнет грейпфрутом, хотя, хотя, да, пожалуй, да, я люблю грейпфруты, заявлено роза, жасмин, ирис, да, роза здесь есть, мне почему-то этот аромат кажется пионовым, мне он пахнет пионом, хотя в нотах пион не заявлен, но зато заявлен яблоневый цвет, ну, и все это сидит на чистом белом мускусе, также заявлены деревяшки, которых я не чувствую, этот аромат сравнивают с Шанель Чанс от Тандер, но стоит он, наверное, раза в 4 дешевле, если не больше, также с Мадемуазель Роша, мне лично он нравится, то есть, мне-то он не по возрасту, но мне кажется, для, была бы у меня дочь, я бы ей купила, вот такого, знаете, школьного возраста еще, он очень чистый, очень невинный, ненавязчивый, сладость здесь фруктовая, не сладость такая, как сахарная, ванильная, в лаве, бель, нет, очень девочковая, ну, посмотрите, какой флакон, товарищи, ну, это же, это же просто произведение искусства, да, а вот, даже смотрите, вот на дно, лапки тут, да, этого, целую, красота, да, такой же есть аромат, в туалетной воде, он, такой, хочу быть винтажом, да, персиковый, такой, интересный, в общем, про, это, про Сальвадор и Дали, я тоже сделала обзор, я обожаю этот дом, там много, 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 что можно найти интересного, и за достаточно недорого, вот, на сегодня это все, конечно же, есть еще ароматы, всякие типы различных, там, Гуччи Энви, да, которые можно носить весной, Шанель номер 19, ну, я их не буду трогать, это когда-нибудь потом, спасибо вам за то, что вы меня смотрели, мне спасибо за то, что я это все рассказывала, расскажите мне, какие ваши, какие ароматы вы любите весной, ваш любимый нарцисс, обожаю нарцисс, если есть у кого-то идеи про тюльпаны, я хочу узнать больше про тюльпаны, ландыши, как-то мне, не очень интересные, гиацинты, это интересные цветы, и, буруруру, все, спасибо, следующее видео, я буду выпускать, об ароматах, с которыми я познакомилась, и поменялась, на нашей парфюмерной тусовке, в Перте, сегодня, мы собирались, но мне нужно подготовиться, потому что, ароматы мне не знакомы, интересные, их надо поносить, до свидания, и хорошей всем недели, и важнейших, Продолжение следует...